Здравствуйте, мои дорогие! Всё у нас ещё среда, вот рано утро, 9.51, сейчас 10 утра. Ой, смотрите, ежедневно вот я сейчас начинаю свой день чтения Апсалтырь и именно молитвы, эти вот Апсалмы. Апсалмы, сейчас я прочту 3, 37, 62, 87, 102, 142. Это вот каждый день я читаю. И 50-й, конечно, это покаянный Апсалом. И самый длинный Апсалом, на 118-й. Я ставила у себя на странице, что это вообще удивительный Апсалом. Вот именно он в середине Библии находится, там вот про 118. Я позавчера вот ставила, кажется, позавчера ставила это. Есть же очень много людей, которые вот, знаете, настолько посвящают свою жизнь Господу, что вот без этого они могут жить, вот как без воздуха. И постоянно об этом думают, вот размышляют, ищут, и исследуют Писание, и Господь им открывает изумительные вещи. Вот, я так вообще там такой, знаете, новичок в этом всём. И, ну, очень люблю... это больше, чем люблю. Это, знаете, вот когда проходишь покаяние, вот сейчас у меня слёзы, слёзы счастья, когда ты испытываешь вот это чувство, которое вот, что ты никому не нужна, и вот только Господь, знаете, ты чувствуешь ту любовь Господа, которая тебя обволакивает, и он даёт тебе во всём почувствовать, что вот, неважно, как тебе люди относились, что пусть это называют самые, знаете, там, последние, вот меня сейчас муж тоже там обзвал, и всё, и именно вот ради меня, знаете, вот Бог послал своего единственного, вот, единородного сына. Вот ради меня тут принял вот все эти страдания на Голгофе, и ранами, знаете, и анмоки остановить, и бурю, и ураган, и всё, и всё это принял добровольно, чтобы каждый грешник покаялся и имел возможность покаяться, что всё это было не зря. А вот все, у кого короны на голове, именно короны гордыни, ну, их душа, знаете, страшно мне даже об этом думать, поэтому, поэтому, поэтому выпила только кофе на воде, и сейчас хочу прочесть псалтырь, и вот смотрите, вот здесь вот за, вот это правило за младенцев, да, убиенных, по правилу схемонахини Антонии, вот, которой я молюсь. А вы знаете, у меня такой сбой был, вот смотрите, я молилась за имя Виталий 7 сентября, 7 сентября, вот, в среду 7 сентября, а потом 8 сентября, вот, я молилась, а потом, аж до 24 сентября у меня был, я вообще не молилась, я не могла молиться, и вот 24-го потом помолилась за Евгения и Симеона 2, и вот вчера 27-го за Петра. И вот сегодня утром тоже хотела, вот, молиться, прям с 8.30, и тут, как говорю, дьявол не спит, притащил всё это, вот, подразнить меня, и, а я вот думала, как бы, вот, знаете, вот именно среду посвятить, вот попробовать посвятить, вот только Господу молитвам. И раньше, по средам, по средам, пятницам я старалась очень, знаете, убирать там чистую вот квартиру, чтобы вот отвлекаться от всех этих мыслей, что вот и дом блестел сейчас, дом очень грязный, очень грязный, вот называется по-английски filthy, и, знаете, и раздражает ли оно на меня, здесь всё другое, я думаю, а здорово было, знаете, когда вот я убирала, и красиво было, и чисто, очень приятно, когда кто-то думает, вот, вот этот, вот, знаете, человек, знаете, как на английском он janitor, это уборщик, который убирает, ну, там уборщики, допустим, они за деньги это делают, вот, ну, я это делала без денег, просто чтобы люди пришли, вот именно моя семья, вот я именно говорю, вот эти вот люди мои, самые близкие, смотрите, видите, детей-то я не выбрала, это Бог мне дал, мужа я выбрала, детей мне Бог дал, вот, чтобы они пришли, было чисто, чтобы им было приятно, и позавчера мне Даниил сказал, говорит, а что ты будешь делать, если ты вот не работаешь, а что, чем ты будешь заниматься, знаете, меня это резануло, я поняла, что никто этого не замечал, вообще не замечал, и то, что вот мой муж, который должен быть моей опорой, он даже не показывал, вот, что как здорово, когда у нас чисто в доме, вот, всё, speak and stand, это вот на английском переводе, это ихняя фраза, вот, чисто очень, вот, в таком плане, и я очень старалась, я очень старалась, и, знаете, когда я умру, вот, на тот свет не заберётся, вот, не та чистота, конечно, на всё записывается, конечно, Господь всё покажет, но, знаете, по плодам, вот, по плодам судите, и никто это не ценил, никто это не оценил, что оно всё было чисто, красиво, убрано, постирано, приготовлено, вообще, вот эта фраза моего сына, это, это что-то, вот, моего среднего сына, а чем вот это, вот, если ты не будешь работать, чем ты будешь заниматься, и молиться буду, слушайте, глаз тёргается, ничего, Господь, вот, сейчас планирую это, отмолиться, и, смотрите, не успела я вот прошлой ночью промолиться за, вот, младенца Петра, и вот сегодня утром, вот, вот такие нападки, нападки, которые, знаете, вот я решила как-то это показать, что, чтобы предупредить вас, что дьявол не спит никогда, никогда не спит, а Божьи люди над вами дразниться не будут, не будут вас унижать, и сражаться с ними, знаете, не имеет никакого смысла, потому что они подавали свои сердца, я не знаю, какой процент, я не знаю, какой процент, я не Бог, но то, что там рулит рогатые, это точно, потому что Бог не будет насмехаться, Бог не будет издеваться, Бог не будет дразнить, Бог ведёт только на ровные дороги, на чистые, а вот, вот эти все, там, люди, которые, знаете, вот, если из уст вырывается, а что ты самый умный, а что ты самый грамотный, вот эти вот насмешки, а иди-пойди туда, а пойди-посмотри, а пойди на себя, вот, вот, даются мне команды, кто это вообще эти люди, это кто, они мне что, сотворили? Меня они не сотворили, я, меня сотворил Бог, для чего? Это уже дело между мной и Богом, а если мне даются команды, а знаете, вот, и какие команды, каким образом даются, и для чего? Сбивать меня, вот, сбивать меня, вот, с молитв? Ну, понятно, кто будет сбивать молитв, теперь мне понятно, я просто этого не замечала, и вот, то, что вот я молюсь, вот, смотрите, я ведь начала в июне молиться, я когда ещё, я даже не знала, что мой брат умер, а вот я стала молиться, и, кстати, вот, я же с февраля до июня включительно забирала эту вот внучку из школы и Дженнифер из школы, и вот я где-то минус сорок находилась в этой вот очереди в машине, ну, там, где очереди машины, и я молилась, я молилась, я вычитывала Акафис, и вот я чувствовала, что что-то, а ведь я не знала, что брат умер, я не знала, но я каждый раз, вот, вычитывала Акафист, один-два Акафиста, вот я там в машине вычитывала, и я уверена, что это, конечно, помогло моему брату Сергею, смотрите, ну, на сороковой день, вот именно на сороковой день, когда вот перевернулся, на сороковой день его смерти, когда перевернулся, перевернулся квадроцикл с Дженнифер, до сих пор, кстати, идет расследование с этим вот, с этой, со страховой вот компанией, они там присылают, и я видела, что, значит, там указана у них неправильная дата, ведь не 28-го, а 24-го, то есть Стив там пытался, он даже не заметил, я говорю, ну, там написано, что этот вот квадроцикл перевернулся 28-го, этого вот июня, я говорю, он не 28-го перевернулся, он перевернулся 24-го, 28-й это вторник, это когда мы пошли, я тоже стала видеть, когда мы пошли в госпиталь, потому что у нее там, ну, она переживала за ногу, ну, это вот, чтобы точно убедиться, что там у нее все нормально, у нее же мышцы еще до сих пор там не имеет, и сам этот вот, этот несчастный случай произошел вот в пятницу, именно на 40-й день, вчера я слушала лекцию этого вот православного священника, и с 9-го до 40-й день, я не знала, проходит душа мытарства, и на 40-й день, посмотрите, и по какому времени еще, ведь я живу в Америке, то есть Украина там намного вперед, и у нас уже было, помните, у нас было 8-17 вечера, то есть вполне возможно, что вот Сережа, ну, вот за мытарство, последнее мытарство 20-е, это не милосердие, а вот если бы я хоть знала, что вот мой брат, знаете, вот умер в теле, я ведь бы молилась за его душу, никогда бы и Дженнифер одну тогда не оставила, и потом я взяла пост, вот когда был Петров и Павел, пост, Петров пост, я взяла пост и вычитывала 40 дней, вот молилась за его душу, то есть те 40 дней первые, когда он умер, с 1 по 40-й я даже не знала, и вы представляете, вот как он там проходил мытарство, и где его душа, я понятия не имею, я не имею понятия, потому что, вы знаете, он для меня как вот именно как сын, потому что я видела, когда он родился, где он родился, что он практически там родился между этажами, в лифте, в пятом роддоме, это, помню, когда его мать принесла, помню, вот он вырос у меня на глазах, и помню, как вот появился и отчим, и вот те вот его кошмары, и те скандалы, и вот только деньги-деньги, и деньги-власти, и вот отчим, знаете, вот только и говорил, что вот только богатые рулят, и все это вот насчет денег, и вот этим, знаете, не надо воспитывать собственным примером, оно все перешло, и Сережа меня дурочкой считал, на полном серьезе так, типа, что я понимаю, уважения как к сестре Саше вообще не было, и то, что он же помнит, как меня мать там оставляла, но, знаете, главное, что у меня на сердце нету вот обиды, что Господь знает, кому вот каких, знаете, вот дети, они принадлежат Ему, вот Ему. Он благословил недаром вот именно вот те три семени вот в моей утробе, а сколько могло вот, вот почему я это молюсь. Я говорила, что три месяца у меня была спираль, и поэтому я не берусь никого не судить, там убийцы, не убийцы, потому что я сама, даже не зная этого, знаете, могла убить доверие, могла убить дружбу, например, ну, я же не знаю, ну, сейчас вот я стараюсь вспоминать, но только Господь знает, а мое дело вот кается. И следующее я хочу сейчас прочесть вот после этих вот за Павла, за младенца Павла, вот так вот.